Впервые в Казахстане павлодарские полицейские запустили передвижной антинаркотический консультационный пункт, который побывает во всех уголках региона. Какие цели преследует данная акция и кто может получить консультации, расскажет Валентина Леонова. Основной задачей передвижного антинаркотического консультационного пункта является информирование населения, школьников и студентов о последствиях участия в незаконном обороте наркотических веществ, а также консультирование граждан по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, лечения и реабилитации наркозависимых граждан. Каждый житель района сможет получить профессиональную консультацию от специалистов по волнующим их вопросам, узнать больше о последствиях незаконного оборота наркотиков. Каждый специалист своей части будет прорабатывать свои вопросы. Первой остановкой передвижного пункта стал город Аксу, где организаторы встретились со школьниками и студентами, приведя в качестве примеров истории реальных парней и девушек, которые попались в сети наркопреступности. Август-сентябрь месяц задержан молодой человек, 16-летний студент колледжа информационных технологий, у которого было обнаружено 232 грамма синтетических наркотиков. Это подготовленные для раскладки уже сформированные пакетики или закладки. Данный молодой человек на сегодняшний день находится в изоляторе временного содержания. Именно выступление полицейского с приведением реальных примеров присутствующие подростки слушали в полной тишине, так как, оступившись однажды, их сверстники получили реальные тюремные сроки. Кто-то 10, а кто-то 18 лет колонии. Наркотики – их распространение зло, которое вовлекает в свои сети все больше молодых людей. Глава государства Касмужем Март Кемелевич Тукаев в своем послании народу Казахстана отметил, что одной из важнейших задач является борьба с наркотиками. По сути, это вопрос сохранения Генфонда нации. В ходе проведения акции граждане смогли получить консультации не только полицейских, а также психологов и специалистов областного спеццентра, анонимно сдать анализы. А юные помощники полиции подготовили небольшую концертную программу. Валентина Леонова, Айбек Газис, Иртас Акпарат из города Аксу.